Тони, не хочешь пойти с нами на корпоратив? Какой корпоратив? Ну, а ты угадай. Новогодний корпоратив, где мы все нажрёмся до синих соплей и заблюём весь туалет, унитаз, потом раковину, и затем заснём мордой в салате. Такой корпоратив ты имеешь в виду, да? Ну, в общих чертах, да. Конечно, хочу. Ну, тогда решайте, где будем проводить. Может, караоке? Да знаем мы, что у тебя хороший голос. А мы-то не умеем петь. Что нам-то там делать, а? Просто не надо закусывать, когда бухаете, тогда и у вас появится способность петь. А может, просто снимем хату на общак, и там есть караоке, можно просто прибухнуть? Так, решено, будем снимать хату. Только займите мне кто-нибудь денег, а то я на мели. Опять нас чайкуешь? Я же в долг отвечаю, зарплаты отдам. Скорее, с пенсии отдашь, если вообще отдашь. А это обидно. Так, никто не чайкует, каждый платит сам за себя. Нам дали премию. Бум! А корпоратив будет халяльным? Новогодний халяльный корпоратив? А на что это, блядь, серьёзно? Это просто пиздец. Ты что такой сидишь, грустный? Что хуй сосал мне в костный? Корпоратив же. Глянь, все танцуют, веселятся. Да. Я не понимаю, тебе одному премию не дали, шо ли, а? Да не дали. Ну тогда всё, идейно, жись, как свиня в год свиней. В чём проблема? Не понимаю. А вот надо делать всё это, а? У тебя шо, месячные? Что за перепады настроения? Что значит «надали»? Что надо? Да показывать фальшивую радость перед начальством. Что ты имеешь в виду? Ну лизать им жопы. Это обязательно? Братан, если ты хочешь закрыть свою ипотеку и построить свою карьеру, просто пойди и отлежи кому-то задницу, и всё. А если у меня есть свои личные принципы? Представь, что принципы — это наша секретарша света. Всё время должна нагинаться и прогибаться. Так что я пойду и Нина Ивановна из бухгалтерии почпокаю. Глядишь, и премию дадут. Присоединяйся, устроим групповуху. Посмотрите моё резюме. Надеюсь, ваше агентство сможет найти для меня хорошего жениха. Столько информации вы слишком много написали о себе. Про меня там только на первой странице, а остальное — это критерий моему будущему жениху. Критерий? А сколько вам лет? Ну, мне 35. 35? И вы ещё умудряетесь ставить критерий мужика? Ну, я думаю, я достойна лучшего. Милая девочка, ты живёшь в том мире, где на одного мужика приходится девять женщин. Так что не выёживаться нужно, а надо научиться удивлять. Ой, я умею удивлять. Я занималась горловым пением. Да хоть умей горловой минет, это тебе не поможет удивить. И что же поможет? Умение готовить от тебя. Даже едой не пахнет. Неужели это так важно? Это необходимо. Так что прекращай выпендриваться и поскорее научись готовить сочный письмбармарк. Пиздуй на кухню. Так, слушайте меня все. Я хочу сообщить вам, что я больше не бухаю, ясно? Так что я хочу, чтобы каждый из вас уяснил, нехер меня звать, побухать с вами. Никаких пивнушек, никаких пабов, никаких посиделок. Я не буду бухать ни с кем из вас. Так что нехер ко мне приходить вечером домой с пивом и чипсами, ясно? И Володя, если мы с тобой идем на рыбалку, будем рыбачить без водки, уяснил? Так в этом весь смысл рыбалки, тогда нахуй вообще рыбачить. Да похер, главное, я больше не бухаю, ясно? Так что нехер... Так у твоей сестренки скоро свадьба. Да, на свадьбе, сам знаешь, хочешь, не хочешь, ищетвертит. Да ёб твою мать. Знаете, вам нужно уйти с вашего модельного агентства и стать такой моделью, как я. Вы хотите сказать, что вы модель? Да. Вау. Я знаю, что у меня не лицо, а задница орангутанга, но тем не менее, я модель, серьезно. Я не понимаю, как вы можете быть моделью. Ну капец, вот у вас, красоты до хуя, но мозгов не хуя. Я модель в инстаграме, а там любая может стать моделью. И как они становятся модельми? Ну в общем, все время нужно сниматься голой, ну типа быть плохой девчонкой, понимаете, да? И нужно штукатурить лицо. Штукатурить это типа делать мейкап? Но у модели должна быть естественная красота. Да, в жопу естественность. С хорошим мейком даже мужик вам составит конкуренцию. Серьезно, сейчас практически каждый хуй выглядит, как Наоми Кэмпбелл. Я мастер мейка. И этими руками я из страшного ебальника сделаю милое личико. Знаете, возможно мы тоже станем моделями в инстаграме. Что? Отличное решение. И главное, в инстаграме не надо следить за собой, так что вы можете жрать все, что хотите. О, так сразу бы и сказали. Тебе что надо, парень? Здравствуйте, Ага. Можно пригласить вашу дочь на свидание? Что? Можно пригласить Савли на свидание. И куда пойдете? Ну, пока я не знаю. Ты не знаешь? Братан, кто это пришел? Да, тут Савли зовут на свидание. А, и куда приглашаю? Он не знает, куда ее пригласить. Это правда? Да, я еще не думал, куда ее пригласить. Что ты не думал? Не. Стоп, это и позвал его дочку на свидание? И даже не думал, куда ее повезти? Да? Да. Шапалахка бы тебе дать сейчас конкретно. Эй, эй. Братан, он зовет мою племянницу на свидание. Я не хочу, чтобы он пригласил ее в какую-нибудь донерную. Да, он прав. Пригласи ее в достойное место, типа кафешки. В черту кафешку? Давай лучше ресторан. Да, ресторан. В общем, такое место, когда она будет закидывать фотки в инстаграме, чтобы ее подруги описались от зависти. Ты понял? Она хорошенько должна понтануться. Я хочу прям жестко понтануться. Эрик, дружок, а вот и Сауле. Надеюсь, ты недолго ждал. Ты чаевые оставляешь? Нет. Ты что, найман? Дружок, мы дадим вам немножко денег на свидание. Значит так. Остатки еды принесешь нам в пакете, как саркот. Ясно? В нашем магазине Богарт самая лучшая обувь и одежда во всем Шимкенте. Что вы искали? А что вы посоветуете? Для начала посоветую избавиться от этих китайских сандалей. Возьмите эти. Универсальная обувь, автоматические, со встроенным дезодорантом для Ноки, обогревом. В общем, все сезонка. И еще в них встроены фонарики, чтобы ночью освещать вам путь. И как включить? Просто скажите, код твое слово «щищен». Ну, это же Шимкент. Идем дальше. Насчет верхней одежды. Посмотрите на эту модель. Стильный и брутальный. Шлем не очень. Ну, шлем заменим на шапку. Или давайте вам наденем папаху, как у Хабиба, и сломаем вам уши. Как у Хабиба? Ну, вообще-то мне нужна одежда, которая удивит меня. Тогда советую вот это. Последний тренд мужской моды. Антигопник. Антигопник? Да, вне встроенная программа самозащиты. Самозащита? Да, попробуйте ударить ногой со всей силы. Беру, упакуйся сразу два. А чё ты психуешь? Чё, психую? О, я тебе скажу. Что ты мне говорил? Эй, Таня, не парься. Смело можешь бухать. Со мной доказать, а всё будет нормально. Я ведь гей. Так я и есть гей? Да неужели он гей? Тогда скажи мне гей. Какого чёрта ты въебал мне ребёнка? Въебал ребёнка? Да я залетела, придурок. Просто скажи, как это случилось, а? Ну, моя сперма из моего члена оказалась, видимо, в твоей, этой... Да не про это, придурок. Я про то, что ты гей трахнул баб. Это же уму непостижимо. Ну, ты сама хотела знать, стоит ли у меня на женщин. Да я же, сука, баба. Я вечно хрень какую-то низу. И как у тебя вообще на меня встал? Ну, ты сама сказала, чтобы я представил тебя мужиком. Да твою мать. Я сказала, чтобы ты просто показал свою рексу, а не буквально снял с меня трусы и трахнул, понимаешь? Ясно. Ты в курсе, что у меня есть муж? И я изменила ему с тобой. И ты знаешь, как мне сейчас жутко неловко перед ним. Ну, чтобы тебе не было так неловко, может быть, я его тоже набухаю и трахну? Да ёбану!